Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас депутатская программа. Вновь у нас в гостях Михаил Алексеевич Петрунин, депутат Сайта депутатов городского округа Люберцы. Был он у нас здесь в гостях после того, как Совет сформировался. Уже давненько. Время бежит быстро. Ну, относительно. Года еще нет. Года еще нет. Ну, и лето такой период. Вроде бы так сразу телезрители подумают, ну, а что говаривать, все отдыхают и так далее. Но депутат же не отдыхает, депутат же и летом работает. По крайней мере, держит руку на пульсе. Не, естественно, летом идут и приемы жителей, встречи. Сейчас летом идет такая большая отчетная кампания по деятельности. Ну, тут, конечно, сложно. Ну, вот мы сейчас ходим по всем учреждениям на своем округе и представим отчет, что мы сделали. Тут, как бы, цикл еще все равно, все мы живем циклом, и тут, ну, я считаю, как муниципалитет, он больше живет циклами от бюджета до бюджета. Да, да. То, что исполнили бюджет, сделали, заложили, что-то благоустроили, построили и... Освоили. Освоили или даже спроектировали, потому что, ну, все равно там есть. Так, так. И поэтому уже моменту можно отчитаться. Тут мы, к сожалению, бюджетный цикл такой, бюджетный год, еще и не закрыли, и не это, потому что он начинается с 1 января и заканчивается в декабре. Но многое и запланировали, и собираемся реализовать. Ну, я же понимаю, что вот, когда мы тогда говорили, ну, бюджет это такой основной документ, он долго принимается, депутаты там, в хорошем смысле слова, каждый бьется за свое. Каждый за свой округ. Да, за свой округ, потом на округе несколько же у нас избирателей, вас там сколько получается? Четыре человека. Четыре человека, то есть у вас, вы уже, как четыре мушкетера, да, вы боретесь за эту историю. Потом вы понимаете, что здесь вам удалось что-то, так сказать, от пирога получить, здесь меньше, значит, надо как-то по-другому решать эти вопросы. Но в любом случае есть же какая-то очередность. Это мы делаем в марте, это мы делаем в апреле, это мы делаем в июне. А это у нас долгосрочная история. Так же работает эта система? Нет, какие-то простые вещи, как благоустройство, ну, например, у нас там новые микрорайоны, там, самолет, вот этот Пиковский микрорайон, там где-то надо тротуарчик подложить, где-то надо там бордюрчики, где-то клумбу у людей. Это сейчас популярная тема. Да, от магазина дорожку. Ну, это такие мелкие вещи, которые не требуют ни проектирования, ни каких-то согласований, получения разрешительной документации и так далее. Их как бы, да, достаточно легко исполнить в рамках наказов людей и это. Есть вещи, которые более глобальные. Ну, например, там, пристройка школы, там, какие-то там, вот, там, например, в микрорайоне самолет там в этом году достроили поликлинику. Да, у нас уже даже была руководитель поликлиники, рассказывала о том, как там, чего и как. Вот, так что это, наверное, такая очень хорошая история. Да, это очень хорошая история. Потому что я помню, что тогда даже мы с вами говорили, с вашими коллегами, и, кстати, говорили и с самыми разными представителями, что ЖК-то построили, он огромный, а, как бы, ну, что обычно обещают? Магазины, там, бассейны, школы, поликлиники. Оказалось, что даже магазинов там не было. Даже магазинов. И на данный момент практически то же самое. Вот магазинов, там, ЖК, он уже выходит на десятки тысяч жителей по своей численности. Но в плане, вот, например, как торгового центра в нем нету. В нем есть, да, там, ну, пятерочка, магнит, ну, какие-то наши вот такие сетевые магазины, которые там 300-400 метров, но вот, чтобы зайти с большим ассортиментом, да, и закупиться на всю неделю. Что будет выгодно, кстати, и для торгового центра. Да, их нету. Там ни одного реализованного проекта. А почему? Не пускают или нет разрешения? Наверняка же есть запрос у жителей. Запросы есть, и в проекте это все было... А куда оно исчезло? Земля стоит, но так как все это принадлежит одной, ну, такой самолету, у нас сейчас... Компания. Если я не ошибаюсь, там, вторая или третья в России компания строительная. Это все в бюрократии вот в это упирается, то, что они строят их основной бизнес, строительство и продажа квартир. А вот эти вот участки, из которых они тоже могли бы зарабатывать, ну, им они как бизнес неинтересны в плане, там, торговой или спортивной инфраструктуры. Ну, для них это... Ну, с другой стороны, тут мы, конечно, на такую сложную дорожку идем. Для этого нужны документы, наверное, нужно... И, кстати, хорошая идея пригласить какого-нибудь представителя, да, именно вот жилищного комплекса, а Люберецкого, я имею в виду, самолет, потому что обычно, ну, насколько мы видим, да, люди покупаются, покупаются, да, не только на квартиру, на стоимость там удачную, но они покупаются на инфраструктуру, на лесок, на речушку, на еще что-то. А когда, получается, вам сказали, раз все съехали, нет ничего. Поэтому есть ли возможность, скажем, через администрацию, через какие-то другие органы вплоть до правоохранительных выйти на общение с руководством глобальным самолета, чтобы они разъяснили ситуацию, что происходит? Ну, с глобальным мы сколько пытались, нет, а есть местное руководство, ну, которое там начальник стройки, ну, вот, который у нас здесь на местах. Ну, они же не возводят торговый центр. Там другая, получается, система, так как им это, вот, я не закончил, им это неинтересно как бизнес, как актив, они это реализовывают. Какие-то участки, я, например, знаю, там в самолете есть участок под физкультурно-оздоровительный центр, он продан. Но люди, те же самые коммерсанты, которые занимаются бизнесмены, они, может быть, его положили в далекий портфель свой, они купили участок, этот участок у них в собственности, они получают, там, не спеша, разрешительную документацию, там, кредитуются, да, у них есть, ну, я с некоторыми общался, у них есть долгосрочные проекты, которые у них просто вот в портфеле их бизнеса лежат. Ну, они их заставить это сделать, это участок их собственности, да, он под физкультурно-оздоровительный центр, да, он там бассейн, они должны поставить какой-то зал там и так далее. Ну, это его собственность, он ничего не нарушает, он ведет проектирование, он, участок он чистый, там, есть такое то, что землю, ну, как у тебя в черте города, она должна, ты должен ее обслуживать, она у тебя, там, не склад, не какой-то навал мусора и так далее. У него все чисто, все в рамках закона, он говорит, ну, грубо говоря, даже самый простой, это будут деньги, я сделаю. Понимаете, и тут, поэтому это очень сложно все это увязать, и тут самолет, я уверен, они придут и скажут, да, ребята, мы продали, вот у нас там, о, Василек купил, торговый центр здесь собирается такой-то построить, вот мы там, например, несколько гектаров продали, о, там, Ромашка, оздоровительный там какой-то физкультурный центр, у нас все это в генплане, все это есть, но на, в реальности этого, к сожалению, хотя это и нам кажется выгодно, ну, наверное, с вами как обывателем, и как этот торговый центр, ну, это же прибыльный, это же деньги, но сейчас реальность такова, то, что это построй, попробуй сдай что-то в аренду и так далее, и, ну, бизнес сейчас сложно, я думаю, вот первая причина в этом, вот. Понятно, ну, возвращаясь к теме поликлиники, это удалось сделать, да, и сейчас... Благодаря области, благодаря нашей администрации, да, добили, сейчас вот идет большое тоже такой диалог, и уже, как бы, можно сказать, на финишной прямой строительство отделения милиции, отделения полиции, точнее, да, во старинке, да, потому что мы сами столкнулись вот с депутатами, то, что ребенок, в том году, вот мы ходили тоже летом, ребенок, нашли на улице ребенка, грубо говоря. Да. И полицию мы так и не дождались, потому что им ехать пробки, не пробки, они, ну, не буду врать, не знаю, откуда они едут, но вот просто стоит ребенок, который потерял родителей, ну, куда его, ты же его к себе домой не поведешь, ну, грубо говоря, это только в полицию, и самому везти в полицию его тоже, ну, как-то, это, мы стояли с ним, ждали полицию, это было, ну, чтобы не соврать, больше часа. Ну, да, потому что где-то здесь живет, да. Да, больше часа это было. Больше часа? А, конечно. Понимаете, это, а полиция приехала, говорит, ну, у нас там, я тоже их понимаю, у нас там какие-то, наверное, более серьезные моменты, ну, тут ребенок жив-здоров, и с депутатами, слава богу, находится. Ну, не знаю, мне кажется, что когда ребенок потерялся, это тоже такая серьезная история. Ну, понятно, то есть, в общем-то, процесс вот достройки того, что, к сожалению, не достраивает застройщик, я думаю, что это, наверное, по всей России так происходит, потому что говорится одно, делается немножко все-таки другое. Ну, будем надеяться, что и с вашей помощью, с помощью депутатов другого уровня, и, конечно, администрации этот вопрос будет решаться. А с чем еще приходят люди, с какими... Вообще сейчас идет прием? Да, прием ведется. Как он у вас проходит и онлайн, и так, и так? Я люблю личный прием. График приема есть на сайте нашем Олюберецком, как бы всех жду, с удовольствием приму, попробуем разобраться во всех проблемах. Не, люди приходят, ну, большинство людей приходит с бытовыми вопросами. Ну, там, на той неделе бабушка приходила, у нее антенна не работает, телевизионная. Мы, там, ну, из личных средств, можно сказать, депутатов нашего округа, ну, так проще было решить, чем у вас с многоквартирным домом, с управляющей компанией, там, больше на телефон, грубо говоря, потратить, чтобы мы купили усилитель-приставку, и, как бы, проблема была решена. Многие приходят, там, с какими-то глобальными вопросами, которые даже не... не по уровню депутата местного самоуправления. Ну, мы тоже приходим, нам вот хорошо у нас, на округе, с нами тоже очень хорошо работают в Люберцах. Лидия Николаевна Антонова, а у нее ресурс очень большой, мы ее стараемся к таким подключать. Естественно, сейчас основная проблема, с которой мы очень часто сталкиваемся, именно в молодых микрорайонах, вот именно у нас, я не знаю, как у нас старых домов практически нету на округе, там живут молодые люди, и их призвали на СВО. Там, женщины, дети какие-то, пока это не нормализовалось, сейчас это уже более-менее на нормальном уровне, мы там их и в секции устраивали, и какие-то там льготы помогали получить, и вот это вот все разъяснение, ну, просто ходили по семьям, и приходили, говорят, вот, чем вам помочь, да, чем вам помочь, вплоть до того, что договаривались даже с магазинами рядом с домом, потому что женщина сама не может с двумя детьми грудными продукты принести, чтобы ей просто поднимали продукты на этаж. И шли в магазины, да, на это? Да, шли, шли. Очень активно, потому что у нас патриотические чувства развиты у людей. Помогали, помогали. Вот ни одного отказа не было. Я так понимаю, что эти люди у вас вот как в списочном, да, в таком варианте присутствуют, вы за ними следите. Ну, следим мы, да. Ну, я имею в виду, да, но потому что проблемы могут быть разные, там, вот сейчас кому-то, может, в школу надо идти, кому-то в садик и так далее. То есть это такой вопрос все время под контроль. Да, я могу так сказать, что вот на нашем округе кто изъявил желание встретиться, мы сначала людей обзванивали, потом приходили к ним домой или во дворах встречались, мы обошли всех. Ну, были такие люди, которые говорят, у меня все хорошо, ребят, ну, не надо настроиться. Ну, вы обошли все. Да, ну, таких было, к сожалению. Хорошо. Ну, что ж, первая часть нашего разговора подошла к финалу. Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Михаил Петрунин. Дождемся продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Михаил Петрунин. Сейчас, прежде чем дальше будем разговаривать, Михаил, а такой вопрос. А как депутаты отдыхают? У вас же отпуск-то должен быть. Ну, хоть какой-то. У меня последний отпуск, меня жена ругает за это. Был зимой на горных лыжах. Мы ездили с семьей в Азербайджан. Там, оказывается, хороший горнолыжный курорт, потому что я люблю активный спорт. Вот сейчас... А сейчас у вас не получается. Не получается выехать. И, честно, даже... То есть, как это, наказ жены вам будет персональный? Да, да, это постоянный наказ. Ну, вот смотрите, сейчас мы, если пройдемся по городскому округу Люберцы, в данном случае уже не по вашему округу, мы видим, что действительно меняется сейчас Октябрьский проспекте, прямо такое напряжение от тяжелого напряжения к такому легкому, что вроде уже стройка идет. Здесь у нас были депутаты Московской областной думы. Нам обещают, что вот-вот-вот-вот-вот скоро все начнется. Но ведь существуют еще и такие проблемы, как там дворовые территории, самые простые. Если не брать тот самый самолет, такая притя у нас в языцах, да? Вот, что еще можно помочь? Насколько сегодня... Вот ЖКХ, например. Да, у нас же всякие повышения происходят. Вот даже я получил... А сначала подумал, что они что-то неправильно посчитали. Вот. А я смотрю, что такое? Что-то опять что-то выросло. Вот люди там, счетчики, вот такие вот бытовые проблемы, когда особенно люди пожилого возраста, они могут забыть сделать поверку счетчика, например, им может прийти новый счет. Вот эти бытовые проблемы. Даже не пожилого возраста. Вот я забыл сделать поверку счетчиков. И пополнить их. Мы чуть не отключили газ. Да? Да. Слава богу, вот как раз вот на прошлой неделе активно этим занимался в своем личном домохозяйстве. Даже КХ, это, ну, как всегда, наверное, извечная проблема нашей глобальной страны. Потому что мы тоже с жителями встречаемся, и вот с теми же женами участников СВО, с пожилыми людьми. Пытаемся в этом во всем разобраться, потому что бывает то, что управляющая компания забыла засчитать за прошлый период, пересчитала тебе в этом периоде. И все это, ну, грубо говоря, люди приходят, у меня там тысяча рублей платежка, у соседа с такой же квартир, с таким же метражом, две тысячи. Он говорит, ну вот почему, вот у меня две платежки, вот там первая квартира и вторая, он одной лечит кредки в одном доме. Когда начинаешь в это углубляться, чаще всего это получается то, что что-то забыли посчитать, что-то начислить, когда выводят общий, как это сказать, акт сверки, так сказать, то получается, у них сумма примерно одинаковая. Но, к сожалению, вот для меня, что это, это непрозрачно. Это непрозрачно, вот как обычному потребителю, когда ты там, ну, я не знаю, как... Ну, как это капает, и ты видишь, раз ты 10, значит, кубов истратил, ты истратил столько-то денег. А там, ну, так это все начинается больше с отопления, с вывозом мусора, вот такие вещи, которые... А как посчитать вывоз мусора? Вот как посчитать? Ты считаешь, тоже получаешь, например, платежку, и там вдруг откуда-то, ну, условно, там 700 рублей за что-то. А в прошлый раз за это было 353 рубля. Вот когда депутаты собираются, и, ну, сейчас все-таки лето, там ближе уже к осени, тем более через 400 лет, и наверняка вы почаще будете сейчас собираться. Вот хотелось бы поднять вопрос вот с этими всеми цифрами. Вот есть такое ощущение, что нас дурят. У меня тоже всегда такое ощущение, но вот я еще раз повторюсь, как только ты садишься разбираться в этом, все это получается в рамках тарифов. И это исключительные были случаи, когда, естественно, в свою пользу управляющая компания что-то насчитала. Были такие случаи, но это вот прям на пальцах можно было пересчитать, они все из вопросов это откатывали назад и так далее. Но, опять же, все эти тарифы, их ставят не местные депутаты, это ставится комитет по тарифам и ценам Московской области или там федеральные какие-то ведомства, знаете, и повлиять местному депутату. Очень тяжело. Да, люди приходят и говорят, ну почему вывод с мусора поднялся там на 100 рублей, например, за куб? Ты начинаешь им объяснять, ну понимаете, это вот комитет по тарифам. Ну там, бензин может быть, машины. Да, бензин, ну сейчас с машинами проблемы и так далее, ну даже с обслуживанием их. Ну а простому пользователю, от этого не легче, которому так же сейчас еще сложнее живется, чем жилось раньше. Хорошо. Еще, какие проблемы, может быть, сталкивались, или что-то наоборот приятное, порадуйте нас чем-то, что у вас произошло в округе хорошего? Ну вот основное, что у нас было, это, конечно, сейчас, почему люди не так благодарны и Московской области, и местным властям, это поликлиника, ну самое такое. Причем она сделана, насколько нам рассказывал ее руководитель, что она на вырост как бы сделана. Да, с запасом. С запасом. То есть не так, как обычно у нас, вот есть дом, под него поликлиника, а тут уже подумали о том, что будет расти этот, тем более замороженный объект, который мы обсуждали в прошлый раз. Кто его знает, может решат на каком-то этапе еще один домик построить. Ну там строительство ведется до сих пор. До сих пор, да. Люди населяются. Что еще? Благоустройство сейчас адресный, вот так вот сказать, перечень дворов, например, которые благоустроили, это есть и на сайте администрации. А благоустройство это идет тоже? Вы как-то по общему какому-то принципу проходите? Или двор что-то, я не знаю, заказывает лавочки какие-то, я сейчас так условно говорю, или что-то покрасить, или как? Как это работает? Работает это и так, и так. Есть какие-то просьбы, например, покрасить лавочку, но это там в рамках управляющей компании можно решить. Есть там в больших дворах, или где позволяет место, например, установка детской площадки, вот, знаете, ну, видели, наверное, такие большие стены, там губернаторская программа, там губернатор дарит. Ну, для этого надо найти место, там выполнить определенные условия, там подготовить участок, и там губернатор дарит площадку. Мы над этим всем работом, каждый, естественно, желает все перетянуть в свой окон. Конечно. А чтобы жители ему были благодарны. Но опять же тут... На всех не хватит. Нет, да тут не стоит забывать то, что мы все жители Люберец, и там, если у меня та часть Люберец, а живу я, например, в дом у меня там в Малаховке, да, и все равно надо комплексно благоустраивать все. И все равно я проезжаю от начала Люберец, грубо говоря, и до конца. А вот, кстати, если вы едете, да, и замечаете у коллег, ну, даже не у коллег, а вот какие-то, ну, явно что-то там нехорошее, я не знаю, там провалился асфальт где-нибудь, или упал знак, или дерево упало, вы сообщаете своим коллегам, что у тебя там на округе чего-то там происходит? Ну, вы понимаете, тут, наверное, работает немного по-другому. У нас сейчас, я считаю, достаточно неплохо справляется администрация, и это как бы работа администрации. Ну, и, конечно, все центральные, да и не центральные улицы. Под контролем. Все под контролем, и если, не дай бог, упало дерево или провалился асфальт, то в масштабах города Люберец, я вот чуть-чуть внутри эту кухню вижу, это уже даже какое-то, ну, ЧП. Ну, когда там двор перегородило дерево после дождя. Ну, без порядка, да. Да, вплоть до того, что угловые это, да не это вплоть до того, а 100% угловые это на контроле. Ну, тем более потопы были, мы видели, когда вода не успевает уходить. Да, Левлюшки все старые, их сейчас и это. А с депутатами в основном взаимодействие такое происходит, то что где-то встречаешься с людьми, ну, все равно все мы живем в Люберцах, работаем в Люберцах. На Люберце работаем, да. На Люберце работаем. Встречаешься с человеком, ну, например, вы ко мне подойдете и скажете, Михаил, вот у нас там двор неблагоустроен или там какие-то проблемы ЖКХ, я не могу понять свои это. Ну, если я в этом разбираюсь, я там вам расскажу. Там, например, с благоустройством я вас познакомлю, ну, вы так всех знаете лучше меня, с моим коллегой, кто работает на этом округе, скажу, вот работайте. У нас всех личные мобильные телефоны и на сайте размещены, ну, как бы найти депутата своего не проблема. Ну, в основном вот так, передача, так сказать, жителей из... Из рук в руки. Ну, и, да, не хотелось бы так сказать, да. Ну, просто проще человеку на округе общаться со своими жителями. Такая работа, естественно, всегда. И ко мне депутаты обращаются, говорят, Михаил, вот у меня там сотрудник или сотрудница, вот у нее там все те проблемы, там, недавно там детей в эти спортшколы устраивали. Так. Помоги, там, разъясни, ну, ты на этом округе работаешь. Я, естественно, не отказываю. Конечно, давай. Ну, конечно, помогу, чем могу. Хорошо. Четырехсотлетие городского округа Люберцы грядет, ну, осень, но будет наверняка много мероприятий. Депутаты как-то готовятся к этому или пока все идет в плановом таком режиме? Не, ну, депутаты, мы всегда готовы ко всему. Да, но мы же понимаем, что это такой очень важный момент, что к городскому округу будет привлечено очень много внимания, и администрация сейчас над этим, естественно, работает, потому что наверняка сюда поедут, ну, скажем так, и Московская область, да и Москва, и просто люди захотят посмотреть. Ну, все-таки четырехсотлетний праздник, как бы там, чему не было, праздники в стране проходят. Вот. Депутаты, так сказать, готовы к участию в этом процессе? Нет, к участию в процессе, да. Я считаю, нам и правительство, и региональное, и федеральное очень... Ну, на мой взгляд, Люберцы вот-вот должны просто зацвести. Ну, и транспортные доступности, смотрите, как сейчас решаются. Сейчас одновременно заканчивается, как обещал я на его последнем приезде к нам в город Андрей Юрьевич Воробьев, то, что и Ново-Рязанское шоссе будет достроено в этом году, объект, объезды Октябрьского островцов. И первая часть Октябрьского проспекта будет эстакада готова. Я просто сейчас понимаю, какая у нас транспортная проблема, то, что две магистрали, идущие параллельно, которые, грубо говоря, дублируют друг друга, они обе сейчас в процессе стройки. И вот-вот должны закончить. То есть это основная проблема на любом мегаполисе, любого города крупного. Ну, это там может решить проблему и поменять даже немножко структуру нашей жизни. Да, сейчас Наташинский парк, опять же, реконструкция глобальная, это подарок нашему городу на 400-летие. Я считаю, сейчас в наш город очень большие финансы вкладываются, и все это семимильными шагами реализовывается. То, что это видно, то, что это любой житель может прийти посмотреть. Причем во всех парках, что в Малаховском, я просто занимался тоже этой проблемой, везде стоят, созданы какие-то комиссии из жителей, созданы общественные какие-то объединения, которые вместе с администрацией, ну, то жителям-то, наверное, в чем-то виднее, то, что вот это вот дерево, на нем белочка, грубо говоря, живет. И его трогать нельзя, давайте дорожкой вот так вот обойдем. И администрация, и там, проектировщики, все прислушиваются к этим моментам. Ну, я вот недавно с ребенком был в Малаховском парке, но это просто... Ребенок доволен? Просто, да, супер, да. Просто супер. Ну, вот на этом слове супер, давайте завершим. Хотя, конечно, мы понимаем, проблем много. Есть проблемы, которые... Не потому что они специально возникают, а жизнь так устроена, что без проблем никуда. И для этого депутаты у нас и работают, чтобы проблем у жителей и у избирателей было меньше. Михаил Алексеевич Петрунин, депутация, это депутата в городского округа Люберцы, был у нас в гостях. Спасибо, что летом пришли к нам, рассказали, поделились. Мы услышали, я думаю, что и наши телезрители услышали, и те люди, которые занимаются решением проблем, тоже это услышали. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин